Господь дает нам благодать, милость, собираться вместе, молиться, петь, слушать друг друга, обогащаться, тарами друг друга. Очень много в жизни зависит от того, как мы ставим с вами вопросы, как мы их формулируем. Иногда в сложных каких-то уголовных делах правильно заданный вопрос следователям, адвокатам или судьей может все расставить на свои места. И невиновные будут оправданы, а виновные понесут наказание. Все зависит от того, как грамотно будет сформулирован вопрос. И точно. В нашей церковной ситуации то же самое. Когда разбираются сложные семейные вопросы, какие-то проблемы, очень многое зависит от того, как служители сформулируют вопросы к этой семейной паре. В личной жизни тоже себе стоит задавать вопросы. Какие сейчас у меня цели? От этих вопросов может много что поменяться. Если я себе никогда вообще такие вопросы перед собой не ставлю, ну, все просто течет само по себе. А если я ставлю себе вопрос, какие вот мои цели? У тебя, молодой человек, какие цели? У тебя сестра, брат? Ты на пенсии сейчас, у тебя много особенного времени. Какие у тебя цели? Чего ты хочешь достичь за это время? И вдруг я начинаю задумываться, что я хочу достичь, к чему я сейчас стремлюсь в данный момент, в этот год, в этот месяц. Что я хочу, чего хочу добиться? Хорошие вопросы, нужно задавать их. Мы вообще часто с вами задаемся вопросами различными. Иногда из любопытства, иногда просто из нужды. Как-то один писатель бразильский, наш современник Павел Коэльо спросил, в тот самый миг, когда я нашел верные ответы, переменились все вопросы. Так вот тоже бывает. Только нашел уже, мне интересно. Один человек так сформулировал типичную нашу бытовую жизнь, особенно то, что касается сестер, женщин. Сказал, нет такой женщины, у которой хватило бы одежды, чтобы каждый день не мучиться над проблемой. Что же мне надеть? Нет такой женщины. Ну, кто-то может выдохнуть сегодня, оказывается, все нормально. Мы в том диапазоне нормальных людей. Семьи у всех у нас нормальные, да, правда же? Некоторые мужчины думают, что это вообще, это какое-то, тоже неприлично так. Нет, все хорошо, все правильно. Давайте вместе с вами прочитаем одну историю из Евангелия от Луки, где дискуссия построена вокруг очень важных и существенных вопросов. Причем те, которые находятся в этой дискуссии, они этими вопросами обмениваются. И на какой-то момент может показаться, что вопросы очень банальные, но на самом деле все не так. Давайте откроем с вами Евангелие от Луки, 10 главу. Будем читать с вами с 25 стиха. Евангелие от Луки, 10 глава с 25 стиха. Это про доброго самарянина. И вот один законник встал и, скушая его, сказал, Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему, в законе что написано? Как читаешь? Он просто вернул ему. Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно ты отвечал? Так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, А кто мой ближний? На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой, увидев его, прошел мимо. Также левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. Если сдержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих думает, что ты был ближним попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавши ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, ты поступай так же. Законник подходит к Иисусу с очень важным вопросом. Этот человек был далеко не новичок в изучении Библии. Он был законником. В то время законники были советники, потому что они на фоне других, многих обычных людей, они разбирались в науках, умели очень хорошо, красиво писать, могли переписывать тексты писания, разбирались в вопросах толкования, в вопросах истории и так далее, в родословиях, в хронологиях. Были очень такие знающие люди. Их называли учеными того времени. Вот такой человек приходит к Иисусу и задает вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Но ты же хорошо разбираешься в Библии. Вот есть здесь два признака того, что он из Библии черпал очень глубокие знания. Здесь два признака уже есть. Во-первых, он, когда Иисус обратно ему возвращает вопрос, он цитирует все наизусть. Он знает Ветхий Завет наизусть. Второй признак того, что он хорошо разбирается в Библии, он использует метод, античный метод составной цитаты. Мы нигде с вами в Ветхом Завете не найдем, чтобы вот эти две заповеди в возлюбе Бога и в возлюбе ближнего стояли рядом. Их нигде в Ветхом Завете рядом вы не найдете. Одна заповедь взята из 6 главы Второзакония, из 5 стиха. Вторая заповедь из совершенно другой книги, из книги Левит, 9 глава, 19 глава, 8 стих. Законник глубоко размышлял над этими вопросами. Он хорошо разбирался в Писании Ветхозаветнем. Он мог брать кристинстенцию Писания, составлять это все и отвечать. И вот он так поступает. Он хорошо разбирается в Библии. Он говорит, вот одна, возлюби Бога, вот другая, возлюби ближнего. Тогда что, говорит ему Иисус? Он дважды ему говорит, иди и ты поступай так же. Потом, когда Иисус расскажет притчу про собрание, иди и так же поступай. И по сути, на свой вопрос ответил сам законник. И Иисус просто проиллюстрировал эти заповеди, и все. Он не отвечал ему на вопрос, он просто проиллюстрировал учение Ветхого Завета. Законник ответил на свой вопрос. Но этот вопрос из уст законника кажется немножко непонятным. Представьте себе форум врачей, которые ученых, занимающихся разработками новых лекарств, новых способов терапии, лечения болезни ушей, к примеру. И вот один выходит такой уже пожилой, седой, профессор, и говорит, слушайте, что делать, когда уши болят? Как вы думаете, что ему врачи ответят? Ну ты что об этом знаешь, ты скажи. Вот примером вот так же звучал этот вопрос от законника, который хорошо разбирался в Священном Писании. Очень банально, но это был важный вопрос для законника. Когда он сам же процитировал ответ на этот вопрос, Иисус ему говорит, иди поступай так же. Он, желая себя оправдать, мы с вами читаем, а кто мой ближний? Его не волновал вопрос, а как же Бога любить? Его волновал вопрос, как любить ближнего? Ну вроде бы мы Бога не видим. Ни один из нас не слышал его напрямую. Голос в ушах не звучал. Видение ни перед кем не переставало. Перед ним так же. С ближним мы с вами, с людьми мы сталкиваемся с вами постоянно. Слишком много, иногда очень много, уже достаточно, слишком много людей. Но его вопрос почему-то насчет ближнего. Такое ощущение, как будто с Богом для него все понятно. Когда Иисус отвечает ему на этот, когда Иисус иллюстрирует его ответ, он по сути отвечает на первый вопрос. Потому что мы поклоняемся Богу, когда правильно относимся к нашим ближним. Мы служим Богу тогда, когда мы служим нашим ближним. Мы служим этому невидимому Богу, когда служим тем людям, которых мы с вами видим. И вроде бы Бог непонятный, недоступный, непостижимый. Любая мысль о Боге не является точной. Все, что я говорю о Боге, оно всего лишь приблизительно указывает на него, совсем не точно. Бог непостижим, Бог необъятен, но при этом законника волнует. Вопрос, а кто мой ближний? Помните, там Иисус умышленно в этой истории расскажет про священника и про левита, которые прошли мимо вот этого израненного человека. Эти люди были обеспокоены служением Богу. Он подчеркивает, что эти люди ни священник, ни левит Богу не поклонялись, потому что поклонение и служение Богу напрямую связано со служением ближнему. служение Богу напрямую связано со служением твоему ближнему. История очень интересная. мы можем также задать вопрос «А кто мой ближний?» Слишком много людей окружает нас с вами. Что, всем помогать что ли теперь? о всех заботиться что ли? У меня своя семья есть. Только свистни, только скажи, только повесь объявление «Помогаю всем ближним». в доме молитвы повесит такое «Всем помогаем». Вам нечем будет помогать всем, кто нуждается в помощи. Вопрос остается и сегодня актуальным. А кому мне служить? Ты знаешь, кому тебе служить? Ты знаешь, кого тебе любить, кто твой ближний и как его любить? служить? Этот вопрос вот в этой дискуссии напрямую связан с жизнью вечной. Напрямую. Не косвенно, а напрямую. Ты знаешь, кому тебе служить? Ты знаешь, как тебе служить? Вот Иисус при помощи этого примера показывает и кому служить и как служить. Давайте посмотрим на очень важные признаки. Человек шел из Иерусалима Варихон. Попался разбойником. Эти разбойники были такие мелкопошивочные. Им нужно было шапку снять, часы снять с руки, цепочку там снять, что-то еще такое. И вот просто ради того, чтобы что-то взять с него такое мелкое, чтобы потом можно было продать, они его еще и изранили и полумертвого оставили. Вот бывают такие люди, знаете, они поступают как животные, когда, знаете, волк заходит в атару овец, он не просто одну там съедает, он еще всех давит. Вот на таких людей нарвался этот человек, которые не просто с него все забрали и отпустили его, они его еще и изранили, ни за что и убили. Это говорит о моральном уровне этих людей, этих разбойников, на которых он просто случайно нарвался. Он лежал и был не в состоянии сам себе помочь. Этот человек не в состоянии. Это первый признак, который мы с вами видим из этой притчи. Ну, так Иисус нам рассказывает, я не знаю, если можно что-то еще найти. Но это так очевидно. Этот человек, находящийся в нужде, был не способен сам себе помочь. Кто в тебе сегодня нуждается? Тот, кто сам себе помочь не может. Проблемы бывают разные. Физически, моральные, духовные, социальные, но ближний из этой притчи, это тот, кто сам себе помочь не в состоянии. Мимо него проходит священник, проходит левит, да что, он первый раз что-ли видит? Античный мир там, такие события регулярно происходят, что кого-то там пригрели, огрели и так далее, и так далее. Вот, что там на всех если внимание обращать? Но ближний, это тот, кто из этой притчи сам себе помочь не может. Возможно, у кого-то семейная ситуация такова, что они не могут сами выбраться из этого конфликта. Это твой ближний. Возможно, кто-то настолько в себя ушел, он не знает выхода, он уже не видит цели в жизни, он не может ничего с собой поделать, ему кажется, что у него общения с Богом нет. Он сам себе помочь уже не может. Это тоже наш ближний. Тот, кто оказался в такой ситуации материальной, что сам из нее выйти уже не может. Это ближний. Знаете, мы, помните, если объявление повесить баннер, что мы всем помогаем, это совсем не то, что имел здесь в виду Иисус. По сути, мы с вами люди таковы, что нам всегда хочется, чтобы нам помогали. Мне нужно от того помощи, нужно от того помощи, мне нужно от того помощи, я настолько всегда погружен в самого себя, что я не вижу других нуждающихся. Потому что мне кажется, что все мне должны помогать. Помогать дома, помогать материально, помогать духовно. Проповедники отвечают за хорошие проповеди. Все по церкви баюкал. Чего так поют? Все Все должны мне служить. Иисус переключает здесь взгляд. Надо научиться видеть тех людей, которые сами себе помочь не могут. Этот человек себе помочь не мог. Он просто нуждался. Второй признак такого ближнего, кому тебе и мне нужно, на кого нам нужно с вами обратить внимание, он появляется незапланированно. Он как снег на голову падает. Такие ближние, они всегда как снег на голову тебе прилетают. У самарянина свои были дела, когда он шел там той дорогой. У него свои были планы, своя семья, свой бизнес, свое богослужение, свои отношения с детьми. Весь день был расписан. Он даже знал, сколько у него примеров на дорогу идет. Мы с вами же знаем, сколько у нас на дорогу уходит. Он тоже знал, сколько ему на своем мешоке нужно проехать. Но тут появляется такой человек, который вносит коррективы в его жизнь. Ни левит, ни священник не захотели тратить на него время. Вот этот нуждающийся человек появляется незапланированно, как снег на голову. Это второй признак таких людей. Кому тебе нужно помогать? И мне. Знаете, мы можем с вами мечтать, как много мы в этой жизни хорошего сделаем. Вы когда-нибудь об этом мечтаете, как много можно Господу послужить. Я мечтаю. Иногда так размечтаешься, что думаешь, да куда все присвятера смотрят? Куда вся церковь смотрит? Куда все братство смотрит? Столько, что можно вот сделать. И ты так от себя вот просто даже думаешь, какие хорошие мысли мне в голову приходят. Думаешь, уже многому что-то сделал. Просто помечтал. И уже готов распланировать. И вот это, послушай, Библия, история нам говорит и тебе, и мне. Такие ближние появляются незапланированно. К этому нужно быть готовым. Можешь о чем угодно мечтать, но такой ближний появится в твоей жизни незапланированно. Итак, он, это тот человек, как меня теперь... Вот Иисус разъяснил, он хорошо знал Ветхий Завет, законник. Он знал, состальные цитаты мог делать. Прекрасно наизусть знал всю Библию, весь Ветхий Завет, все писания на тот момент известные. Он знал их наизусть. Но на каком примере? Как это вот увидеть? Иисус рассказал притчу. Он говорит, ближний, это тот, который сам себе помочь не может. И тот, который обычно появляется в твоей жизни незапланированно. Он твой ближний. Второй момент, на который хотелось бы здесь обратить внимание, это на характер самого самарянина. Ведь и священник, и левит, те люди, которые Бога очень любят, они прошли мимо. Что же такого было в этом человеке, в самарянине, что он остановился и изменил свои планы? Это его характер. Над характером нужно работать. Характер сам по себе, знаете, он не как... Характер это не сорняк, который везде растет, знаете, хороший. Характер нужно культивировать. Характер нужно взращивать. Нужно работать над характером. Вот у самарянина был особый вид характера. И Иисус ставит в пример самарянина законнику. Законнику это, правда, не сильно понравилось, поэтому он даже не сказал слово «самарянин». Обратите внимание на 33 стих. Часть характера самарянина. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидев его, обратите внимание, сжалился. Он был способен сжалиться, пожалеть. Как много это значит? Сжалиться. Увидеть в человеке нуждающегося. Сжалиться. Вот эта сжалость его, она во многом, это часть его характера, культивированного характера, хорошего характера, который просто так в человеке не прорастает. Он смог разглядеть и сжалиться. Мы с вами знаем, что жалость может быть заблокирована многими обстоятельствами. Мы с вами живем в такие времена, когда у нас интернет, телевидение. Если какое-то событие где-то происходит, примерно через 10 минут, через час, по крайней мере, в конце дня мы будем об этом событии уже знать. Где-то какие-то террористы напали на кого-то, держат кого-то в заложниках. Полиция окружила то место. И вдруг у полиции получается устранить террористов. Нам не жалко их. Правда же? Потому что наша жалость блокируется преступлением этих людей. Не так ли? Они устранили всех террористов. Преступление блокирует жалость. Еще одно обстоятельство, которое блокирует жалость у нас, не только преступление, еще какой-то прошлый опыт, что-то еще там, какие-то события, которые происходили раньше. Они также блокируют жалость. Из Евангелия мы с вами знаем, что самаряне с иудеями находились в очень плохих отношениях. Иудеи правоверные считали, что самаряне бесноватые. Они не полноценны ни духовно, ни телесно. Вообще вот самаряне, вот эта нация, она возникла в 7 веке до нашей эры, когда сирийцы 10 колен Северного царства увели в плен, а на их место заселили туда язычников. И вот эти язычники с оставшимися перемешались. Вот так вот появилась вот эта народность самарян. Они тоже поклонялись Богу Яхве. Но храм у них стоял на горе Горизим. Помните, когда Иисус с самарянкой общается? Он говорит, мы на этой горе поклоняемся, а вы в Иерусалиме поклоняетесь. Вот они там себе поклонялись. С иудеями они не общались. У них были очень-очень плохие отношения. Есть два исторических события, которые между ними произошло. Во втором веке, в начале второго века до нашей эры, иудеи разрушили храм самарян. Чтобы они там не поклонялись. Они так ненавидели самарян, разрушили их храм. Самаряне тоже ненавидели иудеев. У них постоянно между собой межусобные стычки возникали. Кровопролитие было между собой. Как только видят друг друга, сразу до боевых столкновений каких-то доходило. Вот эта ненависть до того у них была разогрета, что когда ту территорию захватили эллинистические сельфкиды, эллины, это греки, и там Антиох Епифан был такой, который целью своей жизни поставил распространять греческую культуру. Они захватили Палестину, и в тот момент они во втором веке до нашей эры там господствовали. И Антиох Епифан решил по образу и подобию Греции в Иерусалиме порядки навести. Взял, принес свинью в жертву, напрям на жертвеннике, где Богу Яхве поклонялись иудеи. Осквернил храм. И поставил еще там статую Зевса в храме. Представляете, какое это было оскорбление? Иудеи буквально с лопатами и вилами подняли восстание против греков. Война длилась семь лет. Они невероятными усилиями в воле свергли греков. Им удалось победить греков. Потом празднуют Хануку, вот этот день очищения, когда они вновь осветили храм и посвятили его Богу. До сих пор празднуют в честь этого события. Так вот, вот в этой войне между сельфкидами и иудеями, самаряне встали на сторону Антиоха, Епифана и сельфкидов. Так они ненавидели иудеев. Они воевали между собой. Они, любой враг моего врага, мой друг. Вот такие отношения. Это длилось веками. Конфликты. И это еще не все. Тут же у Луки на одну главу раньше. Конец девятой главы мы с вами читаем. С 51 стих по 56. Когда же приблизились дни взятия его от мира? Идет речь об Иисусе Христе. Он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников перед лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Что там происходит? Взаимное неприязнь к иудеям. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то ученики его, Яков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать и пошли в другое селение. У Иисуса тоже были проблемы с самарянами. Его там тоже не приняли. И он мог бы совсем уж, если рассказывать притчу, ну уж точно в хороший пример самарян не приводить. У самарян и саудеям была взаимная любовь. В кавычках. Обратите внимание, преступление и наше прошлое блокируют чувство жалости. Мы часто говорим по делу. Так и надо. Мы закрываем глаза, когда происходит неприятность у нашего противника, идеологического, физического, любого. Но у самарянина было что-то, что преодолевало эти преграды. Он сжалился над этим избитым иудеем вопреки вот этой истории. Он был способен преодолеть преграды. Насколько мы сегодня способны преодолевать? Что значит любить ближнего? Это быть способным преодолевать препятствия. Так учит эта притча. Так учит Иисус Христос. Он практически иллюстрирует, что значит возлюбие ближнего. У нас всегда есть объяснение, почему тому человеку не надо оказывать помощь, почему тому. У нас много рациональных объяснений есть. Зачем это? Неразумно. Это так и так и так далее. Это не стоит того. У самарянина был такой характер, что его чувство жалости могло пробиться через толщу вот этой истории, через толщу препятствий. И он сжалился. Следующее, что мы видим в этом самарянине. Самарянин готов поменять свои планы. Помните, такие люди, как снег на голову, незапланированно прилетают. И самарянин был готов поменять свои планы. Первое, он сжалился, а второе, был готов поменять свои планы. Посмотрите, что с ним происходит. Он остановился, сделал все, что он мог, все, что у него было. Потом еще пошел в гостиницу, свои деньги оставил. Два динария. За каждый динарий нужно было целый день работать. Помните притчу о виноградове? О винограднике, в которых человек нанимал. За день такой знойной работы в винограднике один динарий платили. Он два сейчас отдал. За человека, которого он знать не знает. Еще и иудея. Он сжалился. Он готов был поменять свои планы. Еще, говорит, если сдержишь, я приду и отдам. В нашей жизни многие события меняют планы. К примеру, вы ехали на собрание, и тут вам кто-то прилетел в зад вашей машины. Ну, ясно, что теперь ваши планы поменялись. Скорее всего, вы на собрании не успели. Потому что теперь вам нужно разбираться. И благо, если вы договоритесь с водителем, все нормально решите. А если милицию ждать, ну, там, значит, еще страховая компания. Ну, скорее всего, с утра до вечера у вас все затянется. Потом нужно будет еще пару раз съездить там куда-то. Ваши планы гарантированно поменялись. Не запланированно для вас, неожиданно для вас. Меняются. Когда приходят в нашу жизнь болезни, они также меняют наши планы. Мы думали туда поехать, в ту командировку, то по работе сделать, то, и вдруг я заболел. И все мои планы поменялись. Мы не любим, правда же, когда наши планы меняются. Когда появляется такой ближний, как самаря, вот как вот этот избитый иудей, это всегда сулит переменой в планах. Так, самарянин был готов поменять свои планы. А мы с вами готовы. А ты готов ради ближнего, который находится в нужде. Обратите внимание, что самарянин ничего в этой притче не приобрел. Он только отдал. Никакой похвалы, никакого благословения, никакой выгоды он не получил. В конце этой притчи нет никакой награды самарянину. Он просто все отдал. Любовь к ближнему, это не поиск награды, это часть характера. Ты ничего взамен не получишь. Ты просто все отдашь. И вот к этому призывает Господь. Нету никакой награды, нету ничего, но это именно то, к чему Господь нас призывает. Это часть характера. Итак, дорогие, мы сегодня с вами говорим об этой притче. Лука очень интересное это событие описал. Оно такое трехмерное получилось, правда же? Мы как будто бы вместе с вами, с Лукой прошлись до Иерихона, встретили этого израненного человека и увидели, как Иисус дает ответ на очень важный вопрос. Кто мой ближний? По сути, Иисус сказал, что служение Богу непосредственно связано со служением ближнему. Как можно любить Бога, которого мы не видим, и не любить ближнего, которого мы видим? Эти две заповеди увязаны здесь, в этой притче. Служение Богу зависит от нашего служения ближним. А кому мы должны служить? Кто мой ближний? Эта притча нам открывает, кто наш ближний. Первый, тот, который у нас нуждается и сам не может себе помочь. Это не означает всем помогать, а те, которые сами без нас не могут обойтись. И второе, это те, которые появляются незапланированно. Что Господь от нас ожидает? Какое качество характера? И здесь мы с вами видим, первое, это иметь характер милостивого человека, уметь сжалиться, уметь пожалеть человека, несмотря на все препятствия, которые у нас есть. Наш разум включит кучу препятствий. Наша история, наши знания, наш опыт, он в данный момент будет нашим противником, потому что это все будет создавать препятствия к тому, чтобы сжалиться над человеком. Но самарянин смог преодолеть. Потому что только тот может исполнить эту заповедь, кто имеет характер милостивого человека, кто может сжалиться. И второе, это тот, кто готов поменять свои планы. Самарянин был готов. Он никакую награду не получил, ничего. Он только все отдал, потому что это часть характера. Пусть Господь всех нас благословит. следовать Слову Божьему, любить ближних. Это не так просто, но слава Богу, что у нас с вами есть инструкция, есть Слово Божие, которое учит нас этому всему. Давайте помолимся. Аминь. Капли Сота. Слушай и назидайся.